Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас я буду рассказывать вам про сорт под номером 197 в моем каталоге клубничное дерево, о котором я сама еще почти ничего не знаю, выращиваю первый год. Семена мне прислали, но прислали в пачке фабричной, так что это название не условное. Это официальное название этого томата клубничное дерево. Он высокорослый, эндотерминатный, в теплице 2 метра вырастает. В открытом грунте примерно с меня ростом 1,65-1,70 метра. Но так и производитель заявляет, что вот он в теплице 2 метра даже больше вымахал. Растение мощное, и стебли вот такие мощные, и много листвы, действительно выглядит как дерево. Производитель заявляет, что вырастает до 6 кистей. Я, если честно, не считала, сколько кистей у меня выросло. Вот это я сняла уже с открытого грунта. Хотя, опять же, производитель вот этого сорта из семян советует выращивать в теплице, я высадила на пробу и там, и там. И вот эти созрели в открытом грунте, и это уже не первая кисть. Так что, ну опять же, у нас нынче лето было очень теплое, очень благоприятное для выращивания томатов. Так что вот вырастает, оказывается, он и на улице прекрасно вызревает. Вот он, эти ягодки, вот эти вот, они собраны в кисти по 6-7 плодов. Сами плоды ярко-красные, причем без всяких... Сейчас подождите, я попробую разрезать. Вот иногда бывает, что томат сам красный, а внутри малиновый. Нет, вот эти томатики, они все красные и внутри, и снаружи, без всяких разводов, без всего. И они сердцевидной формы. Но сердцевидной формы не такой, как вот, например, как бычье сердце, а именно вот с таким вот сносиком. И напоминают ягодку, как большую такую клубничку. Именно поэтому, наверное, и написано клубничное дерево, названы они. Потому что, действительно, вот этот огромный-огромный куст двухметровый, мощный, с большим количеством листвы, он увешан вот этими ягодками. И создается впечатление, что висят такие, как клубнички. Клубничное дерево. Сейчас покажу. Видите, как они действительно напоминают ягодку. Ну так, отдаленно. И вот эти ягоды в форме клубнички, с острым кончиком. Они на вкус сладкие, но ощущается кислинка. Я сейчас попробую. Я вот первые пробовала. И, кстати, у них и написано. А у этих вот нет. Вот эти я сорвала в переспелом виде. Кислинка куда-то исчезла. Но если вы попробуете вот такой плод, я вот первый пробовала вот такой, то будет присутствовать кислинка. Так, что еще сказать? А, я, короче, всю информацию прочитала. И вся эта информация, которую я сейчас даю, она больше всего от производителя, а не от меня. Вы понимаете, что вот только что вырастила первый раз томаты. Я не могу ничего сказать, как они в засолке, для чего они. Ну, пишется, что он считается салатным сортом. Рекомендован больше для потребления в свежем виде. Хотя можно с него делать томатозаготовки, можно его замораживать, можно делать хоть что. Но про консервирование, что это сорт для консервирования, я нигде ни разу не видела. Сейчас посмотрим в середину. Никакого белого волокнистого вот этого стержня в них нет. Но, опять же, видите, они маленькое количество камер. Это значит, ни к бифтоматам, ни к мясистым сахаристым они не относятся. Сейчас попробую разломить. Ну, на разломе мякоть сахаристая такая, арбузная. Видите, как курпенчатая. Значит, все-таки томаты мясистые, потому что я вот сейчас попробовала, действительно, вот от этого отрезала. Действительно, мякоти в них много. И, несмотря на то, что они маленькие, нет, они вкусные. Томаты все-таки вкусные и мясистые. Но я бы не сказала, вот когда я в прошлом году читала комментарии, что клубничное дерево, вот они вот прям такие сладкие, как ягода клубника, в моих почему-то сладостей клубничной нет. Но, может быть, это же, я еще раз говорю, зависит все и от состава грунта, и от ухода, от подкормок. Я нынче ни одной подкормки для сладостей томатов не делала, мне некогда было. Возможно, можно и улучшить их вкус в качестве каких-то вот этих, с помощью добавок. Я ничего не делала, но у меня получился вот такой томат, красивый, в виде ягод. Все полностью соответствует описанию, как описывает производитель. Мощный куст, много ягодок, клубничек. На вкус он сладковатый, чуть-чуть с кислинкой, вот эти вот с кислинкой пошли. Неприторно сладкий, не такой. Но, этот, сорт хороший, но в теплице занимает много места. Я в теплице посадила, он сильно раскидывается. И для теплицы, я на будущий год теплицу его не буду, для теплицы слишком много, ему нужно место. Все, вот это мой обзор. Томато клубничное дерево. У меня он под номером 197. Я его на будущий год буду тоже сеять, но высаживать буду в открытом грунте, потому что он великан.